Здравствуйте! Это суть дела. Налоговая инспекция весь ноябрь напоминала нам о необходимости заплатить имущественные налоги, в том числе, конечно, и за автомобиль. Имущественное неравенство в нашей стране – одно из самых больших в мире. Но неоднократные попытки ввести в Россию прогрессивную шкалу налогообложения постоянно разбиваются у незыблемую позицию правительства. Раньше аргумент у него был такой – если богатых заставить платить не 13, а, допустим, 25 или 30%, собрать этот налог будет просто невозможно. Недавно глава экономического блока правительства, первый вице-премьер и министр финансов Антон Германович Силуанов высказался более определенным. Он заявил, что богатые – все умные, и все равно найдут лазейки в законодательстве, позволяющие им не платить в казну много. Все, не считающие себя богатыми, а значит и умными, граждане, даже обиделись на вице-премьера. Ну что ж, дураки? Ответственно заявляю. Да, дураки. По крайней мере, следует признать, что богатые намного умнее нас. С большим трудом 1 января 2014 года в Налоговый кодекс России были внесены существенные изменения в части порядка исчисления транспортного налога по дорогостоящим легковым автомобилям, средняя стоимость которых превышает 3 миллиона рублей. Согласно пункту 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации, каждый владелец автомобиля, попадающего под действие данного законодательного акта, обязан уплачивать повышенный транспортный налог. В народе это назвали налогом на роскошь. Таким образом, собственники дорогостоящих автомобилей должны теперь рассчитывать транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Их размер зависит от стоимости машины и от года ее выпуска. Продажи люксовых автомобилей, несмотря на экономический застой в стране, демонстрируют стабильный рост. Но оказывается, что налогов с них платится все меньше. Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, есть и такие, сократилось на 26,5%. Аналитики аудиторской компании «Финэкспертиза» рассказали, что в России резко сократилось количество элитных автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов. Если с 2015 по 2017 годы число таких машин стабильно росло, то в 2018 эксперты зафиксировали резкое снижение их популяции с 2927 до 2162 единиц. Версия о том, что более 700 роскошных машин за год разбили в ДТП или продали за границу, видимо, нельзя считать состоятельной. Более вероятно, что владельцы этих машин попросту воспользовались лазейками в налоговом законодательстве. Некоторые регионы предоставляют определенным категориям граждан налоговые льготы. Ну, вот, например, в Москве, в самом богатом городе страны, родители многодетной семьи освобождаются от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля. А ведь именно в столице зарегистрировано более половины от общего количества элитных автомобилей. Второй путь уйти от налогов – перерегистрировать автомобиль на юридическое лицо. В 2018 году в собственности организации стало на 334 люксовых машин больше, чем годом ранее. Кроме того, причиной может стать исключительно технический момент. В списке автомобилей, облагаемых налогом с коэффициентом 3, который ежегодно составляет Минпромторг, в 2017 году значилось 165 моделей, а в 2018 уже 153. В результате число роскошных автомобилей с 2015 по 2018 годы практически удвоилось, а начисление по транспортному налогу в сегменте от 5 до 10 миллионов сократилось на треть. Стало быть, прав Антон Германович Силуанов, они потому и богатые, что умные, а умный лишнего платить не станет. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...